Странное дело, но чтобы вернуться в прошлое, далеко не всегда нужна машина времени. Случайные обстоятельства, знакомые запахи, схожие детали способны перенести нас на десятки лет назад, при этом не сдвинув с места. Иногда кажется, что ты находишься внутри приключенческого фильма или захватывающего рассказа. Но нет. Ни главному герою придётся расхлёбывать последствия, радоваться или печалиться будешь именно ты. Ведь это твоя история из жизни. Теперь я уже совсем пожилой человек. Всё забылось, померкло и выцвело для меня. Но всё же, услышав запах свежих снятых сливок или увидев сдали стройный силуэт в ярком платье, я чувствую неясное волнение, и все мои мысли возвращаются в прошлое. Получив отпускные в зарплатной кассе, я пересчитал их из грустью вздохнул. — Да уж, Павел Иванович, — сказал я себе иронично, не густо, — сказать по правде. — Куда же вы подадитесь с этой малой таликой? О курорте и отдыхе у моря можно забыть сразу. Может быть, в санаторий? Нет. Тогда на турбазу. Жена, дети, лес, озеро, рыбалка и шашлыки. Я без труда мог представить сына и дочку по уши в песке и вид своей супруги Зины, наклонившейся над низким столиком в беседке. Цветостый халатик дружески неплотно обнимает её полные бёдра, на голове — неизбежная завивка, плод мучительного сна на металлических трубках. А стоит ли оно того? Я невольно поморщился, но делать было нечего. Летний город ждал меня у выхода из сырого корпуса института. Рядом с ним толпились вчерашние абитуриентки, сумевшие прочитать наизусть все нужные стихи и написать как следует сочинение. Они лучились от гордости, а их юные прекрасные лица сияли на солнце, как статуэтки нимф. Город подхватил меня и понёс. И я не смог не поддаться всеобщей беззаботности. Купил себе эскимо, расстегнул все пуговицы на пиджаке и забыл на время, что я уже не пашка, свободный как ветер мечтатель и упорный исследователь литературных трудов, у которого вся жизнь впереди, а серьёзный семьянин, усталый и немного разочарованный. Дойдя до дома пешком, я заглянул в почтовый ящик. Там одиноко лежало письмо от матери. Должно быть, эта Зина сказала ей, что у меня в августе намечается отпуск, ведь моя старушка просила приехать и помочь с садом-огородом, да и вообще проведать её наконец-то. Я припомнил, что не был у матери в знаменке зимы. Что ж, сыновни, долг прежде всего. Подождут рыбалка и турбаза, а уж море-океаны подавно без меня обойдутся. Жену и детей можно взять с собой, если захотят навестить бабушку. Ты что ж забыл, Павлик? У Танечки в августе лагерь, а Толик приболел что-то, простыл, наверное. Так что я лучше с ним в городе останусь, сказала моя рассудительная Зина, переворачивая котлеты на сковородке. А ты поезжай, конечно, если мать просит. Я с благодарностью взглянул на её широкую спину. Именно на этой спине и держалась вся тяжесть нашего быта. За этой спиной в вечном халате могли укрыться от забот и двое детей, и их отец-неудачник. Именно эта голова в глупых овечьих кудряшках неустанно продумывала и простраивала для нас размеренную и комфортную жизнь. Недаром Зина моя работает бухгалтером, она всё просчитывает на сто шагов вперёд. Вот так я и оказался в дороге один, как бобыль. Накупил матери гостинцев городских, погрузился в наш «Жигуль» и за несколько часов оказался словно в другом мире. Проносясь по пустой в эту жару дороги среди полей, я залихватски сбросил с себя пиджак и расстегнул рубашку. Как вольноотпущенник, получивший вдруг свободу, я радовался и блеску солнца, и золоту соломы в пышных стогах, и фигуркам девушек и женщин, иногда встречавшимся мне у дороги. Ещё издали я разглядел красное с белыми цветами платьицы, трепетавшие на ветру, словно парус надежды. Светлая тугая коса велась ниже лопаток, стройные ноги ступали по обочине, как по сцене. Тонкая рука была поднята вверх, прелестница голосовала. Я притормозил немного впереди неё и с удовольствием наблюдал, как она бежала к машине, сверкая коленками и не сдерживая прыжков. — До знаменки не подбросите, — спросила белокурая фея, задыхаясь от бега. — Подбрасывать не стану, а подвезти могу. Сам туда направляюсь. Отозвался я чуть насмешливо и нажал на ручку пассажирской двери, приглашая девушку присоединиться ко мне. Она легко запрыгнула на сиденье, и мы поехали дальше. Я украдкой наблюдал за ней, не зная, как завести разговор. Орабел, как дурачок какой, от её молодости и красоты. Девушка нашлась первой. — Вы сказали, к нам в знаменку направляетесь. — В гости получается? — спросила она с любопытством. — Да, вернулся в деревню погостить. — Отозвался я неловко. — Вернее, домой, матери помочь еду. — А кто ваша мама? — Я в деревне всех-всех знаю. — Её уж точно знаешь. — Засмеялся я. — Мария Кирилловна, учительница. Девушка тоже рассмеялась. — Ещё бы не знать. Ваша мама вела у нас русский язык и литературу. Именно с её уроков и началось моё увлечение. Я заметил, что юная прелестница заметно сникла, но не стал выспрашивать её об этом, решив перевести тему. — А ты сама кем работаешь? — Я доярка, смущаясь и краснее ответила красавица. — Я и сам не знал, что тут сказать. Таких привлекательных доярок увидишь, разве что в журнале работница, да и то только на обложке. — Это временно, — поспешила уверить меня спутница, кстати, давайте знакомиться, меня Люда зовут. — А я Павел Иванович. Просто Павел, — наконец определился я, пожимая её нежную, но твёрдую руку. — Бойкая девчонка. Когда мы доехали, Люда, помахав мне, быстро скрылась на соседней улице. А я отправился к матери, всё ещё смакуя послевкусие от нового приятного знакомства. Мать была в восторге от моего приезда и гостинцев. Нежно попеняв мне на неожиданный приезд, она не стала загружать сына работой в первый же день. Вместо этого я провёл его сиборитом, сидя на скамейке в тени с книгой в руках. Я уже совсем разнижился и почти задремал, как вдруг в вечернем, почти остановившемся воздухе, прозвучал звонкий голосок. — Марь Кириллна! Пришла вашу коровку подоить. В калитку вбежала моя новая знакомая. Она повязала голову платком, а платье сменила на более скромное, но не стала от этого менее привлекательной. Всё такой же стройной, всё так же она буквально излучала молодость и энергию в каждом движении. — Заходи, Людочка, милая. — Моя рада тебя уж заждалась! — сказала моя мама, радуясь девушке. Пока та справлялась с коровой, я подошёл к маме и ехидно спросил. — А что это вы, мама, помещица и заделались? — Работниц нанимаете? — Да бог с тобой, сыночка! Ревматизм проклятый пальца скручивает. А Людочка забежит под соседский, поможет раду выедоить. Я ей за это помогаю подготовиться к поступлению. Да что-то не идёт дело, провалилась в этом году моя ученица в столичный вуз. Будет год на ферме спину гнуть, может, в следующем поступит. Теперь мне стало понятно минутное смущение девушки. И у меня, стыдно сказать, созрел небольшой план. — Мама, а что, если я с ней месяц позанимаюсь? Ты немного отдохнёшь, а мне это не трудно. Да и знаю, какие у нас требования. Марь Кириллна была рада Радёшенька и, конечно, не заподозрила в своём любимом сыне никаких недостойных намерений. Мы сказали об этом Люде, и девушка с восторгом договорилась о встрече со мной на следующий день. Завтра в шесть часов вечера Люда прибежала к нашему забору. Она была немного растрёпана, спешила с работы, но захватила с собой несколько книжек и тетрадь. Чем очень меня позабавило. Тетрадь тебе всё равно на экзамене ничем не поможет. Все знания нужно держать в голове, а проникать они должны к тебе в сердце, я легонько дотронулся до её платья в районе, где, предполагал, стучит её молодое сердечко. Девушка не отстранила мою руку. Она, как зачарованная, слушала меня. Говорить о литературе можно только сердцем. Люда кивнула и, от чего-то смешавшись, покраснела. Мы отправились на прогулку к реке. Я безумолку говорил о книгах, цитировал любимые стихотворения. Наверное, это была самая вдохновенная из моих лекций, хотя, возможно, и самая сбивчивая. В тот вечер, сидя у воды, я машинально пересчитал все пуговки на её красно-белом платье. Их было ровно двадцать. Два десятка маленьких ключей, отделявших меня от безграничного и запретного счастья. Я поклялся, что не стану раскрывать их. Я поклялся, что расстыгну их одну за другой. С каждым вечером мы становились ближе и ближе. Моя красавица уже больше нисколько не смущалась меня и называла хоть и на «вы», но по имени. «Павел», — говорила она, перекатывая моё имя, как мякоть персика в своём нежном рту, «что вы думаете о Бунине? Вряд ли тебя спросят на экзамене об этом персонаже, и всё же возьми у моей матери собрание сочинений и прочитай «Тёмные аллеи», так, для общего развития». Её щёки снова чуть розовели. Люда наклонила голову, я не мог оторвать взгляд от того, как играли ямочки у её ключиц. Целую вечность не видел такой лебединой грации. Ведь я преподаю на филологическом, а там всегда цветник. Вдруг девушка коснулась моей руки и шепнула. «Принесите мне завтра тёмные аллеи. До свидания». Прежде чем я успел что-то ответить, она исчезла как ветер. Улетела, оставив после себя свой нежный, только ей присущий запах. Мама была от души довольна моей трудоспособностью. За этот месяц, воодушевлённый и взбодрённый, я переделал для неё массу дел. Лишь иногда она подолгу останавливала на мне свой проницательный взгляд, качала головой, но ничего не говорила. Той ночью я мучился от жары и никак не мог уснуть. То и дело сон обрушивался на меня, как тяжёлое плотное покрывало, принося с собой лишь тревогу и телесный неумный жар. Я ворочался почти до утра, пока из окошка не повеяло предрассветной прохладой. Тогда я коротко забылся среди промокших простыней. Вечером, держа в руке Томик Бунина, я ждал Люсю у нашей калитки. Она явилась с небольшим опозданием и принялась извиняться. — Простите, Павел, на работе задержалась, даже домой не успела забежать. Девушка торопливо подоила нашу корову, а потом мы отправились на ставшую привычной прогулку. В тот вечер дорога увела нас далеко от деревни, в свободные, дышавшие вечерней травой поле. Доярка широко открыла рот, пытаясь засунуть пластырь поглубже. Мы ещё побродили среди сложенных стогов, когда Люда не выдержала. Ох, я так ногу натерла, не могу больше. Давайте присядем, хоть ненадолго. Мы примостились у ближайшего стога и стали смотреть на заходящее солнце. От его прощального золота, развившегося по земле, девичья кожа стала похожа на нежный сверкающий атлас, а её волосы переливались, как хвост кометы. В восхищённых глазах горел огонь. Я не выдержал, наклонился к ней и коснулся губами той самой подключичной ямочки, о которой мечтал столько долгих дней. Девушка вздрогнула, но не отстранилась. Я ощутил её пьянящий запах, смесь луговых трав и снятых сливок, запах невинности, её нетронутой юности. Я ощущал такие огромные напряжения и желания, с которыми не в силах был бороться. Когда я склонился над ней, уже лежавшей на земле, Люда прошептала. Я думала, что всё это будет не так, но мечтала. Она недоговорила. Я и сам думала об этом столько раз, представлял в сотне снов и фантазий. Я мечтал, как расстыгну одну за другой два десятка пуговок на её красно-белом платье. Но сегодня мы обошлись намного проще. Возвращаясь домой в сумерках, я легонько приобнял её за плечи. Очень хотелось приободрить мою храбрую девочку, ведь это так сложно быть с кем-то в самый первый раз. Я ничего не мог пообещать ей, да и в голове у меня сейчас царил блаженный кавардак. Протянув Бунина, я проводил её до дома и, мечтательный, отправился к себе. На следующий день, когда я колол дрова впрок, у нашего дома затормозило такси. Я приподнялся с часто бьющимся сердцем, отёр лоб рукавом и начал всматриваться. Из машины грузно вылезла Зина, держа за руку сына. Он сразу бросился ко мне. Я поднял ребёнка на руках, всё ещё не в силах прийти в себя от изумления. Зина, переваливаясь уточкой, засидевшаяся после долгой дороги, подошла ко мне. Мы обнялись. В простоватом взгляде жены я не увидел ни осуждения, ни подозрений, а потому расслабился. Мы провели день вместе, а под вечер собрались уезжать. У меня совершенно вылетело из башки, что уже завтра нужно забрать Танечку из лагеря. А на следующей неделе начнутся школьные базары, нужно готовить детей к новому учебному году. Загружая в машину корзину с яблоками, я заметил Люду, подошедшую к калитке. Моя мама моментально перехватила её и отвела в сторону. Я напряжённо наблюдал, как они говорят, глядя в боковое зеркало. Прямо как в тот день, когда я впервые увидел Люсю на дороге. Девушка побледнела. Она в смятении протянула моей маме Бунина и поспешила уйти. Когда мы загрузились и тронулись, в моих глазах ещё долго стояла картина. Мама у калитки машет нам рукой, а в конце улицы маячит флажок красно-белого платья. Люда, теряя слёзы, медленно уходит от меня, становясь с каждым шагом всё дальше и дальше. Через год, тоже летом, я унизительно скучал и клевал носом, сидя в приёмной комиссии на экзамене по русской литературе. Последние звоночки предыдущего отпуска, его магия и мои удачи давно выветрились из башки. Они оставили по себе разве что приятные воспоминания, граничащие с фантазией. Вдруг дверь скрипнула, и в аудиторию смело вошла высокая блондинка. — Как ваша фамилия? — поинтересовалась секретарь комиссии. — Стрешнева. — уверенно ответила девушка, откинув назад толстую льняную косу, открывая нашим взглядом вырез блузки на грани приличия. Я так и ахнул, всё у меня внутри буквально оборвалось. Да ведь это же моя доярка Люся из Знаменки. Надо же, говорила, что поступит в город через год, так надо было именно в наш ВУЗ. Блондинка стрельнула в меня глазами-молниями и коротко уточнила. — Людмила Стрешнева. — Сомнений быть не могло. — Как я поступил? — завалил её на билете по творчеству Лермонтова. — И угораздило же вытащить демона, или поддержал и помог. — А может, притворился, что всё забыл? — А как бы поступили вы? — Продолжение следует...